Разноголосая симфония строительных инструментов для жителей Беслинея только в радость. Ведь шум стройки означает, что в ауле полным ходом идёт строительство нового дома культуры. Старый ДК, введённый в эксплуатацию ещё в 70-х годах, признан аварийным. Поэтому в рамках программы развития сельских территорий на его месте возводится новый. Строительство началось ещё летом, что называется с нуля, и сейчас новое здание уже подводится под крышу. Идёт, как говорится, всё по плану. В этом году нам выделялась определённая сумма. У неё мы должны были успеть сделать кровлю, окна, вывести все стены. Идём всё по графику. К концу года планируем закончить забор, кровлю, полностью остеклить и зайти на внутреннюю отделочную работу. Несмотря на то, что новое здание для культурного обогащения «Аульчан» ещё не готово, работники дома культуры продолжают заниматься со школьниками в кружках. Несмотря на то, что идёт строительство дома культуры, коллектив работает в полном объёме. В школе нам выдали два помещения, где расположилась сельская библиотека. Там же у нас занимаются танцами и обучают игре на гармонии. На новое здание у работников дома культуры большие планы. С появлением нового ДК планируется открытие новых кружков, куда планируют привлекать не только детей, но и взрослых. Планируется после открытия нового Дома культуры приумножить, преувеличить количество кружков, где будут заниматься не только дети, но и взрослые. Хочется открыть вокальный кружок. В селе, в Ауле, у нас очень много одолевенных детей, которых нужно просто развивать. И мы надеемся, что всё это у нас будет в будущем. Кружки разные, все собираемся, также это всё расширить. Площадь позволяет, 500 квадратных метров. Всё, что возможно для работы в клубе, мы это будем делать. До конца этого года в новом Доме культуры также завершатся работы над электропроводкой и сантехникой. А его открытие планируется на май следующего года. Алина Гидеева, Назир Капушев, Архэс 24.